Правильное питание – обязательный элемент стройности. Еще один ключ к фигуре мечты – спорт. Фитнес-тренер рассказал о том, как похудеть к лету без вреда для здоровья. Одно из самых эффективных тренажеров в зале – это штанга. Во время выполнения упражнений работает все тело – руки, ноги и пресс. С этим тренажером вы точно быстро придете в форму. Но выполнять упражнение на нем нужно правильно. Само движение идет именно в пятку. Да, толчок с пятки производится. Колено вперед не выводим. Стараемся колено не вывести за стопу. Приседания базовые и доступные для всех вид физических упражнений, которые можно включить в свою утреннюю зарядку или в рабочий перерыв. Штанга повышает его эффективность, но вовсе не обязательно. Для приседаний не надо приобретать дополнительный инвентарь или тратить деньги на специальную спортивную форму. Достаточно запастись небольшим количеством времени, мотивацией и самодисциплиной. Такие зарядки по утрам, когда ты встаешь и, в принципе, можешь в те же 4 подходика по 25 раз присесть. Выпады, если ты знаешь, как правильно их делалось, 4 подходика по 15 повторений сделалось, сделалось те же наклончики, если ты тоже знаешь, как правильно их делалось. Это занимает 25 минут твоего времени. Да, и вместо зарядки для поднятия настроения это всегда будет плюсом. Регулярные тренировки – только 20-30% успеха на пути подготовки своей фигуры к лету. Значительную роль играют режим дня, полноценный сон и, конечно, правильное питание. Если вы хотите сбросить вес, то основной и самый беспроигрышный принцип в еде – потреблять калории меньше, а расходовать больше. Если у нас сброс идет, то убираем в вечер обязательно по калории. Это хлеб, углеводы можно выкинуть, если это проблемы с весом. А сладкое – вот так. Перейти на воду – прекрасный напиток, лучше напитка, чем воду, я не знаю. Идеальным ужином будут морепродукты или белое мясо с овощами. А если вы хотите добиться лучшего эффекта, то без тренировок в фитнес-зале вам не обойтись. Тренажеры дают большую нагрузку для тела, а значит и видимый результат. Здесь уже три тренировки. При том, если будет за вами тренер смотреть, и он выберет правильный тоннаж именно для вас, то трех тренировок в неделю при хорошем сне и хорошем питании этого будет достаточно. В клубе арт-фитнес вам помогут подобрать правильную нагрузку, проконсультируют по интересующим вопросам, а также предложат план эффективной тренировки. Традиционно в марте в бассейне «Дельфин» проходят соревнования по плаванию. Участвуют в них только представительницы прекрасного пола, а вот в жюри – мальчики-спортсмены. В городских соревнованиях по плаванию Лидия Булыгина проплыла все дистанции. Для девушки это отличная возможность поддерживать спортивную форму и соревновательный дух. Ведь скоро Лидии предстоит серьезная борьба на первенстве России. Спортсменка выступит в составе сборной Нижегородской области. На соревнованиях в бассейне «Дельфин» Лидия также показала высокие результаты и стала победителем в своей возрастной категории. 52 раз – немножко плохо для себя. И 50 – спина. А остальные я улучшила. В феврале в «Дельфине» прошел мужской праздничный заплыв. В марте участниками городского соревнования по плаванию выступили девочки, а в качестве организаторов и судей – мальчики. Для этого молодые люди проходили предварительное обучение и получили удостоверение судей. В программе соревнований у нас были дистанция 50 метров вольный стиль, 50 метров бутерфляй, 50 способ брас и последняя дистанция 50 метров брас. Дети показали очень хорошие результаты, показали свои умения на то, как бы сказать, чему они учились на протяжении учебного года, чему они допились. Проплыли по своим разрядам достойно. Самой юной участницей соревнований стала 6-летняя Мирослава Опенова. Она начала заниматься плаванием только летом прошлого года и уже получила третий юношеский разряд. Для Мирославы это ее вторые соревнования. И юную спортсменку также отметили специальным подарком. 50 метров кролем и 50 метров на спине. Одна девочка, с которой я плыла, ей исполнится 8. Ближайшие выездные соревнования у воспитанников бассейна «Дельфин». Чемпионат и первенство Нижегородской области по плаванию. Два гран-при на одном конкурсе. Впервые в истории студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки». Танцоры собрали солидный урожай наград и добились новых побед. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На большой сцене в Казани воспитанницы коллектива «Задоринки» выступали впервые. Для Насти Равиловой это было и вовсе дебютное выступление. Как рассказывает девочка, было волнительно, но очень здорово. Настя с коллективом исполняла два танца – распаковка и рисунки на песке. Я сперва думала, что у меня не выйдет, что мы получим, может, самое худшее место. Но в итоге мы получили для меня хорошее место – второе, первое. В коллективе «Задоринки» большинство девочек занимаются с детства. За свою танцевальную карьеру они посетили много конкурсов и фестивалей. Но выступать в Казани им понравилось больше всего. Было очень красиво, было очень потрясающе, было очень волнительно перед выступлением. Это прям жуткие мурашки по всему телу. Были очень красивые места, было очень много интересных моментов, которые происходили с коллективом и истории, которые очень смешат. Там было интересно. Также я смотрела на другие группы, смотрела, какие у них танцы. Иногда даже сама их оценивала и выбирала, на какое место им лучше будет. В конкурсе приняло участие большое количество коллективов со всей России и оценивало выступающих компетентные жюри. Мы не знаем, откуда были коллективы, потому что сейчас такая новая конкурсная политика. Мы с этим столкнулись еще в Москве, когда были у Егора Дружинина, вот в феврале. Сейчас не говорят, откуда коллективы, но чтобы не было потом каких-то разговоров, чтобы было что-то нечестное и какой-то город где-то там, не знаю, пропиарили. Пока средняя группа задоринок покоряла жюри в Татарстане, старшие девушки выступали в Нижнем Новгороде на международном фестивале Короли Танцпола и также привезли домой много наград. Лауреатами первой степени стали танцы «Черный ворон» и «Сердешное». «Нитанго» и «Туман» отмечены дипломами лауреатов второй степени. Кроме того, задоринки привезли в Сару в диплом победителя в специальной номинации «Лучшая танцевальная композиция» и денежный грант в размере 10 тысяч рублей. Один номер тоже был новый, это была премьера из премьер. То есть у нас в гостях была Светлана Лутошкина, это известный довольно-таки хореограф в мире танца. И она поставила нам, 7 марта была поставлена хореография, и 13 марта она танцевалась уже на конкурсе. Сейчас танцевальная студия «Задоринки» готовится к новым конкурсам и фестивалям. Уже в апреле девочки отправятся в Санкт-Петербург, а после планируют посетить город Иваново. Хоккейный клуб «Саров» с разгромным счетом уступил «Лысковскому торпедо» в первом матче плей-офф чемпионата высшей лиги Нижегородской области. 3-8 такого финального счета на табло не ожидал никто. Хоккейный клуб «Саров» весь чемпионат был в числе лидеров, но в первом домашнем матче в рамках плей-офф уступил «Торпедо» из «Лыскова». Прошлые игры заканчивались победой нашей команды, но, похоже, уверенность в успехе в этот раз сыграла с «Саровым» дурную шутку. Первый период закончился со счетом 1-2 в пользу гостей. В раздевалке пообщались, что надо добавлять, что вышли не настроены. Ну, молодцы, вышли второй период, да, буквально там 10-12 минут побегали, достали из себя, где-то побольше начали бросать. И потом 3-2 повели, опять расслабились. «Лысково» дало понять, что это плей-офф. На перерыв после второго периода уходили уже со счетом 3-4. В третьем игровом отрезке «Саров» попытался отыграться, но пропустил острую контратаку. «Лысковчане» забросили пятую шайбу, после чего наши игроки опустили руки. Итоговый счет игры 3-8. «Ребята молодцы, все такие и бегут, и здоровые, и спортивные, и обыгрывают хорошо. Ну, видно, фортуна на нашей стране сегодня была. А так, ребята молодцы, все спортшколы закончили, все игровые такие. К ним-то вообще вопросов нет. Наверное, что-то не повезло, не залетело. Может, наш вратарь больше, лучше сыграл, чем они». «Мы где-то, я думаю, недооценили соперника. И слава богу, что это случилось сейчас, нам сбили корону. Думаю, что в «Лысково» будет другой хоккей в следующую субботу». Следующий матч в рамках плей-офф пройдет на поле «Торпеда». Если в Саровчане выиграют, то в воскресенье примут «Лысковчан» в Ледовом дворце. Если проиграют, то будут бороться за третье место в чемпионате. Следите за новостями хоккейных баталий в группе «Канал 16 ВКонтакте». «Канал 16 ВКонтакте»